МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потому что на дверях вот этого дома, где вы живете вместе с вашей супругой, которая, кстати, тоже пишет стихи, но для детей. Об этом мы поговорим позже. Есть табличка «Дом творчества». Это как, Георгий Петрович? Вот расскажите, что это за уникальное место? Конечно, уголок прекрасный, как вы видите. Превосходный. Я когда-то получил в 92-м году вот этот участок за свою работу профессиональную. Я нефтяник, газовик. Работал, у меня стаж около 55 лет по основной профессии. Кончал я институт Губкина. И параллельно институт иностранных языков, испанский факультет, спецгруппу. У меня есть диплом инженера-переводчика испанского. Ну, забегая вперед, скажу, что я работал и в Южной Америке от правительства СССР. Работал полтора года в республике Эквадор. Даже побывал на Галапагосских островах. Когда распределяли здесь участки, мне дали участок от нефтегазстроя. В основном меня как бы наградили за успешное расследование самой страшной катастрофы, которая была в то время, в 89-м году, под Уфой, когда сгорели два поезда. Там был разрыв трубопровода, вышел газ, потом был возгорание, взрыв, и два поезда. Погибло около 800 человек. Тогда мало об этом писали, сейчас об этом знают. И я там просидел месяца три на расследовании этой катастрофы. Вместе с органами безопасности, вместе с прокуратурой. Но я как специалист, как эксперт. Тем более, что я еще тогда не был международным экспертом. Но после этого я был принят в Международный газовый союз как международный эксперт по проблемам промышленной безопасности. Ну и как со временем, вот когда подошло время в 92-м году, мне, как я уже повторяюсь, дали вот этот участок. И я начал строить дом. Вообще я мечтал побывать, устроить как-то здесь свою жизнь под Звенигородом. Нравились эти места? Да мне очень нравится. Я еще когда был физруком в институте, и наш пионерский лагерь был под Тучковой, я три сезона был физруком этого пионерского лагеря нашего институтского. И мы с ребятами, когда я побывал в первую очередь в Звенигороде, на байдарках приходили сюда в поход. Приезжали сюда на велосипедах, приезжали сюда играть в футбол. А вот чем тянул Звенигород? И вот тогда, когда я увидел эти все красоты, и все, что было, конечно, состояние Савва-Старожевского монастыря было другое в то время. Это начало 60-х годов. Потому что институт я кончил в 63-м году. И, конечно, эти места меня покорили, но я никогда не думал, что я здесь окажусь. Это тоже его величество случаев. И когда меня вызвали и сказали, вот ты хочешь участок, мы тебе хотим примеровать участок. Я был поражен. Я говорю, конечно, хочу. Но когда мои все близкие, окружающие сказали, зачем тебе это надо, ты же не землекоп, ты не садовод, и как ты это будешь? Я говорю, ничего. Потом все образуется. Но я загорелся, потому что я с детских лет мечтал иметь свой дом, семью, пруд. Ну, может быть, по-мещански будет звучать лебедей. На пруду. Ну, где-то вот такие фантазии были с детских лет. Почему? Я вам объясню. Потому что я был в детском доме. Я детдомовец. И в детдом я попал в 40-м году. Вот у меня мама, ее отправили на спецподготовку. Готовили под поле киевское. Оставила меня у бабушки, своей мамы. Бабушка заболела. И меня отправили в лучший детский дом города Киева. В лучший. Хотя мама носила меня 9 месяцев в Санкт-Петербурге. Ну, тогда был Питер, Ленинград. И перед тем, как рожать, арестовали деда. Потом расстреляли. Вот он реабилитированный, похоронен. Вот здесь вот, в Москве, в монастыре. В общей братской могиле деда. И отца готовились арестовать. И поэтому ее срочно отправили в Киев. Вот там она в Киеве родила меня. И крестили меня вот в этом известном Владимирском соборе. Бабушка тихонько покрестила. И когда бабушка вот заболела в 40-м году, мать отправила на курсы спецподготовки. Меня отправили в детский дом. Ну, замечательный детский дом был. И время было тяжелое. Нас называют сейчас дети войны. То есть мы, наше поколение, вот я с 34-го года, мы дети войны. Мне тут даже в Звенигороде недавно наградили какой-то медалью. Там я сказал, написано, дитя войны. Я говорю, может, и ребенок войны нужен. Ну, говорят, что вот дитя войны там что-то. Вот так вот. По-моему, даже кто-то в доме, по-моему, Зуганов, хотел, чтобы нам пенсию увеличили детям войны. Но вот пока дело не дошло до увеличения пенсии. Так что мы пока довольны с тем, что у нас есть. Но не жалуемся, мы не голодаем. Вот. Так что все в порядке. Домик я построил, пруд сделал, замечательное окружение, замечательная супруга, детский поэт, членство из-за писателей, лауреат премии Маршака за свои детские произведения. У него вышла уже вторая книга. Вот. Мы друг другу помогаем, как можем. Оба мы уже люди, так сказать, в возрасте, но чувствуем себя молодыми. И, конечно, вот это состояние, постоянное состояние радости. То, что ты живешь, что окружающий мир послан тебе для того, чтобы ты радовался. Вот это главное. И человек один умный меня научил. Если тебе приходится делать работу, которая тебе не нравится, но тебе приходится ее делать, ты делай ее с радостью, полюби ее. И тогда очень легко ты пройдешь этот путь. А уж тем более, если у тебя работа, которая тебе по душе, вот как то, чем мы сегодня уже 10 лет занимаемся. Наше литературное объединение, наш коллектив, все вот это. Наши выступления, презентации, выпуск альманахов. Все это прекрасно. Мы радуемся жизни. И друг друга поддерживаем. К сожалению, у нас очень мало молодежи. В нашем объединении мало молодежи. Вот то, что я мечтал прежде всего, когда создавал объединение, я мечтал, что у нас все-таки будут приходить молодые люди. Ну вот как раз-таки для этого созданы проекты. Мы будем очень надеяться, что, посмотрев программу, молодые люди присоединятся к вам. А мы пошли тогда к ним. Мы пошли в школы, мы пошли в воинские части. Мы выступали в воинских частях, в санаториях, в Минобороны здесь рядом же, Министерство внутренних дел, в школы, в госпитали, в клубы, дома культуры. Мы на площадях даже. Вот за время, вот за эти 10 лет, 11 человек нашего объединения стали членами Союза писателей. Можно? Я отличаю гордыню от гордости. Понимаете? У нас ни у кого не от гордыни. Если у кого-то появляется, мы тоже пресекаем. Вот. А вот гордость за то, что мы делаем и создаем, у нас она есть. Есть чем гордиться. Вот наши произведения, наши книги. У нас принцип такой. Если человек издаст книгу, и книга прошла творческий совет наш, Союза писателей, тогда мы его рекомендуем в Союз. Только тогда. Георгий Петрович, вот вы сказали про этот альманах, который я держу в своих руках. Он вышел в свет, ну, в общем-то, в период пандемии. Вы активно над ним работали. Как вообще вот это время вы проводили? Ведь не было встречи. Все находились в своих домах. Наверное, очень сильно скучали. А нам все равно. Нет, а нам было всегда прекрасно. Как вы помогали друг другу? Как помогли друг другу пережить это время? У нас не было уныния. Вот Танечка Васильева, которая вот буквально ее руками сделала набран этот альманах и не один раз перепечатывалась и делалась. Вот она, Таня Васильева, наша лучшая поэтесса нашего объединения. Она это тоже делала, не профессионал, но приходилось нам корректировать, снова возвращать, снова печатать. Наш поэт Новиков на своей машине гонял нам... 300 с лишним страниц. Да, да. И все это вот, это вот моя литературная редакция вот этого всего объема. Мы спокойно работали. Конечно, приходилось кого-то подгонять, кто-то не успевал передать стихи. Вот. Но в итоге мы сделали. Мы обещали, что мы сделаем к 75-летию победы. Мы успели. Это колоссальная работа, это колоссальный труд, колоссальный труд всей команды. Вы сейчас объединяете, в своих руках держите 40 человек, так, правильно? Да. И у нас связь, у нас твоя телефонная сеть. Мы перезваниваемся. Мы вот во время пандемии, мы не только альманах, когда мы его выпустили, и потом я делал аудиозаписи, почти каждого поэта по одному сделали как бы презентацию по телефону. Аудиозаписи я делал некоторых стихов. Они читали, тоже пересылали в нашу сеть свои стихи, каждый участник этого альманаха. Вот. И таким образом мы общались, читая стихи, пели песни, записывали. Георгий Петрович, огромное количество представлено ваших книг. А какая самая любимая? Какая моя самая любимая книга? Ну, вот здесь, да, на этом столе. Ну, я думаю, что все-таки ее... Посмотрите, а серьезно мы не очень, отражение небес. Я вам скажу, самая любимая моя книга, которую, сказали, любимая, она у вас не лежит на столе. Вот я вам ее положу, «Страсти по осени». Мы откроем. Может быть, вы что-то прочтете? Да, ее благословил Алексий Второй. Вот его подпись. Алексий Второй. В 1998 году. Да, одно время мы с ним... Мы познакомились с ним в Финляндии, в Хельсинки. Вот. Он меня там благословил. Я был у него на исповеди. Он тогда еще не был патриархом. Вот. Я был в командировке там. И мы там познакомились. Вот что человеку нужно. Человеку нужны преграды. Пусть проверит свою пригодность. Долговременные осады, отчужденность и дней бесплодность. Человеку нужны неудачи. Это блажь, сплошное везение. Начинать сначала задачу по предмету долготерпения. Человеку нужны болезни, чтобы в споре узнать их меру. Чтобы солнце узреть из бездны и в себя не утратить веру. Человеку нужны передряги. И дороги, и дрожь в коленях. Я не верю, что даже варяги только злато искали в греках. Человеку нужны перекаты, и грозящие сверху камни, и бросок по тайге без карты, и мираж, рожденный песками. Да, все так. Но еще человеку так нужны радости, счастья, книга, женщина, дом и книги. Да, нужны. Но тому человеку, что болезни гнал передрягах, что преграды и перекаты покорял соразмерно веку, так не дайте же человеку превратиться в слепого калеку. Да о чем это я? Все об этом. Как, мол, жить хорошо человеку? Ну, а скажите, разве это не было пророчеством? Ну, было там, особенно в одной строфе. А поэты, как правило, все пророки. Как к вам пришла муза? Или вы писали всегда? Как мне хочется так и сказать. Муза, меня посетила муза, посидела и ушла, да? Из такой выражения. Ну, судя по всему, она осталась с вами надолго. Ну, знаете что, это... Задержалась. С поэзией у меня происходило так, что вообще с детских лет я очень много читал. Просто много читал. Особенно я любил поэтов. А приучила меня к этому чтению, к поэзии в частности, моя питерская бабушка Лена Николаевна. Она Лена Николаевна Дуброва. Так вот, эта прекрасная моя воспитанная бабушка, она окончала Институт благородных девиц. Вот, она одно время была даже фрейлиной императрицей. Вот, она очень образованный человек во всех отношениях. Несколько языков узнала. Какое-то время я с ней жил. И вот, жили мы под Минском. Совершенно-минство, да, лежало в развалинах. В колодищах, недалеко под Минском. Жили в старой какой-то бане разрушенной. Но, она привела мне любовь к литературе. Она мне читала Жуковского, Державина, Пушкина, Лермонтова. Не за то, что заставляла, она просила меня, давай вот выучим вот этот. Замечательные вещи рассказывала. Она говорила, вот мы идем с тобой, бабушка. Я говорю, мы не пойдем, здесь грязно. А по пашне идем. А она говорила, ты запомнила всю жизнь. Вот эта русская земля, она не может быть грязной. Это земля, а не грязь. Это русская земля. Никогда не говори, что ты испачкался. Ты можешь около печной трубы сажей испачкаться. А земля, это русская земля, она пропитана кровью многих поколений. Надо чтить и помнить память тех, кто завоевал нам эту свободу, отстоял нашу землю. И вот это наше основное, вот основное наше вот как бы направление, наш вот как бы стимул в наших поэтических упражнениях. И зачастую, когда подходят праздники, 9 мая, День Победы, то мы, все наши поэты стараются, изощряются, как кто лучше напишет вот о нашей победе, о наших завоеваниях. Ну, коль уж мы заговорили о 75-летии Победы и о Великой Отечественной войне, то хотелось бы, конечно, чтобы вы прочитали свои стихотворения на эту тему. Они наверняка есть. Когда идешь на запад от Москвы, внимательно, сынок, смотри под ноги. Легли здесь в землю, не щадя главы, солдаты кровью обогревшие дороги. И оглянись любой из красотой щита столицы славным подмосковьем, и поклонись крестам, оставленных войной, и Сава-Сторожевскому подворью, вершову памятнику должное воздать, колено преклонить в Зюнигородском сквере, и внукам хорошо бы рассказать, как предки Родину спасли и веру. Конечно же, у нас вот здесь, в Альманаке, у нас целый раздел, я вам уже говорил, один раздел мы посвятили наши члены ЛИТО, написали о своих родителях, дедах, прадедах. Бессмертный полк. Да, тут бессмертный полк. Тут есть целый раздел, посвящен тем, кто воевал, кто отстоял нашу Родину. Вот это вот люди, они их написали, и мы напечатали с фотографиями этих родственников. Называется «Бессмертный полк». Бессмертный полк Альманаха нашего. И, конечно, мы попытались так, что поскольку это к юбилейному 75 лет Великой Победы Альманах был выпущен, то, естественно, мы попросили, чтобы каждый из поэтов, если может, написал бы что-то о Гню Победы. Поисковикам с поклоном. С востока поля под Оржевом в крови. И стоны земли не дают мне покоя. Прошу у земли, имя всех назови. Бессмерти достойно героев. Каждый воин исполнил свой долг до конца, Презирая врага и без времени смерти. А в доме родном ни венка, ни венца. Лишь справка о смерти в конверте. Но славу героям помогут вернуть Ребята упрямой породы И трудностям поиска их не согнуть В окопах, в любую погоду Всем миром, страна Поддержите ребят, что имя пропавших родным возвращают, Когда похоронят последних солдат Сердечная горечь и боль отпускает. Я хочу вам сказать, что все наши первые презентации, Когда выходят альмонахи, стихи, книги наших поэтов, Мы в основном проводим в арт-салоне Нашей прекрасной центральной библиотеки. Вот здесь находится директор библиотеки Людмила Васильевна, Директор заведующая, как она говорит, Лариса Валерьевна, детской библиотеки. Дарья Григорьевна, которая нас курирует, Она сейчас в отпуске. Вот эти три наших замечательных человека. Раньше была Наталья Валерьевна, Нас курировала. Все эти люди нас окружили такой заботой и вниманием, Обеспечили нам такую возможность творить И радоваться жизни. Они буквально стали членами нашего коллектива. Им присвоено звание почетных академиков. Они почетные члены нашего ЛИТО. Они входят в состав нашего творческого совета. И все, что сначала проходит, мы опробируем у нас в библиотеке, На наших заседаниях. Собираемся мы один раз в две недели, по субботам. Так что мы вас приглашаем. Обязательно приедем в гости. Георгий Петрович, а как родилась идея создания Литературного объединения? И почему такое название? Звенигорье. Почему Звенигорье? Потому что это Звенигород, во-первых. Поэтому Звенигорье, да? Как еще можно? Ну, вот мне так пришло в голову, что Звенигорье. Потому что, ну, такое у меня впечатление, что вот это... Ну, что побудило вас 10 лет назад создать это объяснение? Ну, началось это с Кузнецова, Александр Васильевич, Сарство ему небесное. Главный редактор был газеты. Тогда газета была прекрасная. Я у него начал печататься. Человек очень активный, очень был, очень образованный человек во всех отношениях. И тоже он какой-то был, у него такой был патриотический настрой. Он очень переживал всегда вот за эту страничку литературную, чтобы там все было выдержано. Я не имею в виду, что понравится там власти или не понравится власти. Или там где-нибудь в районе или в округе, в области. Нет, он только имел в виду, чтобы это было все с точки зрения литературной, все было грамотно. И чтобы стихи были хорошей направленности, хорошая лирика. У нас вот есть поэты, которые пишут замечательные лирические стихи. Вот Соколов, например, Татьяна Васильева, Новиков, Шендрикова. Я их могу перечислять. Они для меня как вот родными стали за эти годы. Но вы семья? Мы как семья. Творческая. Да, творческая семья. И посылает по телефону, посмотри мои стихи, а вот я тебе прочитаю. А как у меня здесь получилось? Ну, постоянно идет общение. То есть прежде чем они выйдут куда-то в люди, где-то будут читать стихи, мы советуемся, что читать на этом конкурсе, что посылать на тот конкурс и так далее. А начало было так. Вот я еще вернусь к Кузнецову. Он сказал, ну вот ты печатаешься, хорошо. А я говорю, ну, надо что-то, конечно, делать, хочется собрать коллектив, потому что я уверен, что в этом красивом краю только, ну, обязательно должны быть поэты. Ну, соловьи поют. Ну, невозможно жить на этой земле и не писать о красотах природы. Конечно. Соловьи поют, речка течет. Прекрасные тут монастыри. Пейзажи. Все, все, все есть для этого. Ну, не может же быть, чтобы не было поэтов. Но так оно оказалось. У одной поэтессы местной, Мироновой, были неплохие стихи. Она любила поэзию, любила об этом говорить. И все, мы как-то познакомились. И у нее в доме, в саду, вот так как мы с вами здесь сидим, только у меня яблони на том участке, а у нее весь участок в яблонях. Поэтому мы назвали наш клуб как бы «Яблоневый сад». Собирались с гитарой, с баяном, пели. Потом мы там постепенно о нас узнали. И мы решили, что надо нам перебазироваться куда-то в город. Потому что она в Паречье жила. Я пришел к руководству Орловой. И они пошли на встречу. Дали нам комнату. И раз в две недели мы собирались. И к нам стали приезжать уже по моей просьбе. Ну, я не стал как бы сказать, вот я руководитель. Ну, если вы не против, говорю, я буду вот не командовать, а как бы направлять нашу работу. Объединять. Да, объединять. Ну, они вроде бы согласились. Все, мы стали приходить тогда. Танечка Васильева пришла, мы с ней познакомились. И постепенно мы обрастали так постепенно знакомствами. В Орловой нас долго не продержали. Некоторое время сказали, надо убираться из Орловой. Тогда мы попросили убежище вот в этой нашей библиотеке центральной. И вот Людмила Васильевна, дай ей Бог здоровья, она тогда, значит, взяла нас под свое крыло. И до сих пор нас опекает. Георгий Петрович, вот в самом начале программы вы говорили о том, что, ну, не сказать, что это проблема, да, но тем не менее, вам бы очень хотелось, чтобы в ваше объединение больше приходило именно молодежи. Да. Молодых, талантливых людей, поэтов, писателей. А как это сделать? Вот посмотрят сегодня нашу программу, вот куда обращаться, что для этого нужно иметь, нужно ли уже быть поэтом, например, с изданным сборником стихов или совершенно не обязательно? Нет, не обязательно. А что нужно? Давайте расскажем нашим телезрителям. Нужно только желание, нужно прийти и сказать, я вот пишу стихи, давайте мы вас послушаем. И коллектив слушает. Вот как пришел к нам Новиков поэт. Ведь он же буквально за год, он сейчас уже вот пишет, выдает книгу, а он стеснялся, пришел, можно я стихи почитаю? Ну, почитай с удовольствием. Он обычно водитель, таксист. Вот вы сейчас сказали правильное слово, стеснялся. У нас в современном обществе как-то не очень принято читать стихи, нас этому не особо учат. И действительно, те, кто пишут, им кажется, что ну вот как-то рифма не так, ну строчки у меня не очень. Мы поправляем, мы направляем. Как сделать первый шаг? Вот вы же уже опытный поэт. Ну вот он даст стихи свои, прочитает. Мы потом возьмем, он напечатает, надо что на бумаге принести, посмотреть внимательно. Потом мы вдвоем садимся с ним, или кто-то из наших поэтов, делаем правку, согласовываем с ним. А хочешь, может быть, так лучше написать, а может быть, лучше вот так вот. А потом как бы привлекать, вы говорите, молодежь. Мы вот, например, привлекли двух бардов. У нас есть в объединении два барда, которые под гитару поют свои песни, сами сочиняют и сами поют. Известный, один из них Кулаев, очень известный бард в Москве, ну и в области. Потом мы привлекли, с нами очень хорошо и тесно сотрудничает народная артистка России, Школьникова Елена Петровна. Вот. Она уже третий год. Она выступает концертами. Она же замечательная сопрано. Она поет, когда у нас бывает выступление где-то в клубах, в санаториях. Она принимает активное участие. То есть главное не бояться. А как я? Я, конечно, привлекал. Она, вот, Ваксинина мы выступали, тоже был день Победы, года три назад, на открытой площадке возле храма Ваксинина. Вот. И я читал стихи. Она ко мне подошла. Мне можно вашу книгу попросить? Я говорю, а мне понравилось, как вы пели. А не хотите ли вы к нам в объединение? Она потом мне сказала через некоторое время, что я не могла вам отказать, Георгий Петрович. Ну, вам сложно отказать, Георгий Петрович. Вы что, с таким обаянием и харизмой, что вас кажется и хочется слушать очень долго. В итоге у нас сейчас 40 человек, еще раз повторю, за это время, за 10 лет у нас 11 человек стали постоянными членами Союза писателей, 5 человек стали академиками Академии русской словесности. У нас сегодняшний день 3 человека награждены, детские наши писательства. Вот Ольгу Анатольевну мы будем чествовать 15 числа у нее, презентация ее второй книги, Шкилева, которую вы брали, интервью недавно. Вот. Она будет присвоена ей тоже медаль Маршака за ее детское творчество. У нас еще Людмила Александровна имеет Маршака и госпожа профессор Эверт. У нас детский сектор, а детский сектор поручено вести Шкилевой. Вот она ходит, общается с ребятами, со школьниками, вот на уровне пока подготовительном, в детских садах. Вот она ведет замечательную, замечательную работу, очень нам нужную. В других городах, когда мы бываем, вот мы с Людмила Вятские поляны, наша поэтесса одна, Трухина, она же и песни вот ее здесь напечатаны. Она сейчас эти песни будет диски представлять на презентации. Уже готовы диски ее песен. Вот она из Вятских полян. Там литературный клуб стал нашим филиалом. Город Судок до Владимирской области. Мы там бывали несколько раз, выступал я там, у меня есть творческие встречи. И когда Козельск, Ржев, и вот люди, которые уже знают нашу поэзию, а мы им дарим наши альманахи, наши книги, наших писателей, поэтов. И когда приходится издавать альманах, а денег нет, то мы протягиваем руку, ну это условно говорю. Я звоню тем, кому нравится наша, нравилась поэзия, которые слушали, были на моих вечерах творческих. Я им говорю, ребята, вот мы сейчас альманах хотим издавать, вам нравится наша поэзия, да, а средства нас нет. Мы ни у кого не просили. Вот на собрании у Иванова, в его присутствии, я спросил у наших работников культуры, я говорю, хоть раз за 10 лет я к вам обратился за чем-нибудь, за копейкой. Нет, Георгий Петрович, не обращались. Я говорю, ну и не хотели, потому что мы понимаем, что в стране, если каждый придет и будет просить дай, 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 то я всегда говорю, а что ты дал, что ты можешь дать. А вот мы своим творчеством, своим коллективом даем. Слава Богу, нас наконец заметили, что мы даем и может быть действительно это пойдет в массы дальше и дальше благодаря вот вашему интервью, вашей передаче. Потому что чем больше о нас узнает, может быть тогда молодежь и потянется. И может быть придет. А вот те ребята, которые у нас два барда, они поют в общем и рок, и хорошие песни современные, и ребята могут слушать. Конечно, нам нужны площадки. Поэт должен быть услышан, поэт должен иметь аудиторию. Иначе просто писать и в стол, положить в стол то, что ты пишешь, удовлетворения от этого мало. Мне так кажется. Вот тех поэтов, которых мне приходил, зная биографии многих поэтов, ну я не могу. От Овидия до наших дней. Я знаю, что вот допустим Овидия в ссылку послали, но он и там писал. Пушкин лучшее свои произведения во время карантина написал. Да? Чехов, палата номер 6 и остров Сахалин написал тоже, будучи на карантине, чем мы. Лучий... Вот видите, сборник, альманах. Во время пандемии все выдержано. Да, потому что мы были сосредоточены на этом, нас ничто не отвлекало. Мы соблюдали режим самоизоляции и другим внушали, что не надо, потерпите. Так же, как мы сейчас, очень хочется провести презентацию альманаха. Но, к сожалению, и места пока нет, и собираться пока нельзя. Георгий Петрович, в завершении нашей сегодняшней встречи хотелось бы не отпустить вас без стихов. Вот чтобы вы прочитали, чтобы зарядить всех наших телезрителей своей энергетикой, жизнерадостностью, оптимизмом и уверенностью, что все будет хорошо. Ну, давайте так, я буду этим стихом приветствовать всех моих друзей, близких наших поэтов Литозвенегория вот таким стихотворением. Здравствуй, человек! Дыши, лети в намет, остановка возрасту подачка, Пусть поэту душу разорвет озорная буйственная скачка, Пенорифм, кочующих в отлет, на заре платентного зачатия, Растопив материковый лед, родила поэтов рать за ратью. В ледяной рифмованной воде, на пещерных стенах и на скалах Шлялся стих по вольной борозде, и на карнавалах, и на балах, Намазолив строками язык, в кровь содрав и локти, и колени, Стих прорвался через грозный рык, оплатив сполна начетов пени. Трудно в поэтической стране. Петь любовь при грозных вспышках века И в какой бы ни был стороне Шлю привет поэту человеку. Спасибо, Георгий Петрович. Я думаю, что это первая, но не последняя встреча конкретно с вами, Потому что про ваше творчество, о вашем жизненном пути можно говорить очень долго. Но мы такую затравочку сегодня дали нашим телезрителям. Очень надеемся, что в самое ближайшее время те, кто пишет стихи, Те, кто пробует себя... Достойным украшением и продолжением вас. Пусть исчезняются. Конечно, да. Пусть тут никто не кусается, ничего. Тут все только будут опекать. Я обещаю, только опекать. Я вам верю. Спасибо. А я хотел бы вас попросить, чтобы сейчас... Я хочу вручить в вашем присутствии, вот здесь перед объективом, Камеры, нашему президенту Григорию Борисовичу, Президенту Академии русской словесности имени Пушкина, Международной Академии. Вот мне просили его сегодня наградить, передать. Из Краснодара пришли, вот мне прислали, чтобы я его сегодня наградил. Смотрите, как такая интересная медаль. За патриотическое, эстетическое и нравственное воспитание населения. Григорий Борисович, я вас поздравляю. У нас на самом деле здесь за кадром очень большая группа поддержки, вы просто не видите. Григорий Борисович, ну прежде чем ты меня наградишь, мне бы хотелось тебя наградить. Потому что сегодняшняя передача посвящена тебе. Значит, что я бы хотел сказать. Значит, идея создавать общественные домотворчества пришла мне где-то более 10 лет назад. И вот за это время создано более десятка домов, общественных домов в различных регионах страны. Значит, в Подмосковье, в Истринском районе, дом Паустовского. Я директор дома Николая Гумилева, в Подвоскресенском районе. И так далее. Вот я вам передам списочек этих родственных домов. Спасибо. Так, а тебе, Георгий Петрович, я вручу приказ по Академии. Общественного дома творчества писателя Международной Академии русской словесности. Расположен по такому-то адресу. Присвоить имя Константина Михайловича Симонова. Ну, спасибо. А мы, между прочим, на собрании проголосовали, просили вас об этом. Ну, а учредителю и бессмертному директору общественного дома творчества писателя имени Симонов Босняцкого объявить благодарность за выдающую общественно-патриотическую деятельность. Спасибо. Это диплом. Спасибо. Я, значит, возглавляю Высший творческий совет Московской областной организации Союза писателя России. И вот Московская областная организация тоже издала приказ присвоить Звенигорьево, летобъединение, тоже имя Симонова. И тоже объявить благодарность. Спасибо. Ну, это не все. Теперь мы имени Симонов. Георгий Петрович, это не все. Когда-то тебе было присвоено звание Заслуженного поэта Московии. Это общественное звание. Пока таких званий нет, государственных. Но будут, я бьюсь за это. И народный был еще, понятно. Да, и народный, да. Значит, вот у меня значок Заслуженного поэта Московии. Специально выпустили такой знак. Я тебе сдаю. Твоя любимая Илю тебе приколит на грудь. Спасибо. Ребята, согласны, да? И вот совсем недавно начался обмен билетов писательских. То есть выпущены билеты единого образца для всей России. То есть вот новые значки Сеновского писателя я тоже хочу вручить Георгия Петровича и Людмиле Семеновой. Замечательный детский писатель, Людмила, вручаю вам значок. Повернись сюда. Ну и главная моя награда. Академия учедила корочки, дипломы для своих членов, академиков. Они Рановского образца. И вот на днях я вручал Академику Рана, Ушакову, этот диплом. Говорю, ну как считаешь, ты будешь? Для тебя диплом уметь зачем? Говорю, да. Я ценю диплом выше, чем диплом Российской Академии наук. Повернись, Георгий Петрович, вручаю тебе диплом Академика. Спасибо. И Людмиле диплом Академика. Семья Академика. Давайте похлопаем, да. Так, и еще несколько слов. Значит, поскольку я представляю здесь не только Академию, но и писательскую организацию России, и областную организацию, значит, вот в этой сборнике, в журнале поэзия, который считается лучшим журналом Европы, по мнению ЮНЕСКО, опубликованы многие члены летоведнения Звенегория. Я вам вручаю этот журнал Европы. Спасибо большое. Спасибо. Далее. Руководителем писательской организации областной, где находятся все мы, так сказать, как бы ассоциированы с Союзом писатель России, является выдающий писатель Лев Котяков. Вот я просто вам тоже подарю эти книги. Вот смотрите, какие книги. Вот в этой книге, к моему удивлению, первой повести я являюсь главным действующим героем повести, прототипом. Спасибо большое. Держите две книги. Вот-вот. Я тоже без подарков не осталась. Спасибо большое. Пользуясь возможностью, покажу свою, значит, последнюю книгу. У меня пять книг поэтических. Позднее свидание называется. Не успев выйти, книга получила премию Бунина. Международное. Позднее свидание. Такая книжечка. Ну, а теперь, Евгений Петрович, я разрешаю тебе вручить мне, значит, медаль в Краснодарск. А я вот вам сейчас вот вручил, да, я сказал, вот они, да. А я хочу тоже сделать от нашего Литова два альманаха наши. Это уникальное совершенно издание. Никто в России пока такого не делал. Ни одно объединение России, которое есть, нам известно, пока не выпускает таких альманахов. Спасибо, Георгий Петрович. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok